Здравствуйте! В эфире итоговые информационные выпуски Селяк Парад и в начале коротко о главном. Встречи главы региона с населением продолжаются. В этот раз Кумар Аксакалов посетил село Бексиит Мамлюдского района. Что изменится в Новомихайловском сельском округе и с какими проблемами сталкивается местное население, узнаете прямо сейчас. В регионе с рабочим визитом побывал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Багдад Мусин посетил ряд социально значимых объектов региона. В инсультном центре многопрофильной областной больницы запущен уникальный искусственный интеллект. О преимуществах медицинского приложения расскажем в выпуске. Президент Касым Жумар Тукаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова. Глава государства был проинформирован о состоянии судебной системы и актуальных вопросах отправления правосудия. По данным Жакипа Асанова, в 2021 году из 1,2 млн решений районных судов вышестоящими инстанциями отменены и изменены 17 тысяч. Президент Касым Жумар Тукаев принял председателя правления национальной компании «Казакгаз» Санджара Жартешева. Касым Жумар Тукаев был проинформирован о текущей деятельности национальной газовой компании и о ходе исполнения его поручений по приоритетному обеспечению товарным газом внутреннего рынка. Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел первое заседание Водного совета, в ходе которого рассмотрены вопросы товара обмена электроэнергии с Кыргызской республикой и водообеспечения южных регионов Казахстана. Казахстанская и кыргызстанская стороны заключили договоренности на взаимовыгодных условиях по товарообмену электроэнергии и водообеспечениям. Председатель Мажелиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат парламента. Совместное заседание Сената и Мажелиса состоится 16 марта в 11 часов в Нур-Султане. В Мажелисе состоялась презентация правительственного законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики. О поправках депутатам доложил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ерки Булан Даулыбаев. Проект закона разработан в соответствии с поручением главы государства в части решения вопросов о доступности жилья для населения. Законопроектам предлагается внести ряд новшеств, в том числе системного характера, главным из которых является вывод от басы банка из системы банка второго уровня и придание ему статуса Национального института развития, который будет централизованно осуществлять учет нуждающихся в жилье и распределении жилья. Встречи главы региона с населением и сельхозтоваропроизводителями продолжаются. В этот раз Кумар Аксакалов посетил село Бексиит Мамлюцкого района. Здесь подписали два меморандума с крупными агроформированиями. Подразумевают они взаимную помощь в развитии населенного пункта. Что изменится в Новомихайловском сельском округе в 2022 году и с какими проблемами сталкивается местное население, расскажет Илья Кудряков. Одним из крупных сельхозформирований в Новомихайловском сельском округе, да и во всем Мамлюцком районе является товарищество Мамбетов и Ка. На предприятии трудится больше 250 человек. Среднемесячная заработная плата составляет 180 тысяч тенге. На протяжении многих лет аграрии активно участвуют в социально-экономическом развитии округа, заботится о местном населении, строит новые дома, ремонтирует старые здания. На этот год работу планируют продолжить. В этом году мы планируем повысить заработную плату своим сотрудникам как минимум на 10%. Оказать спонсорскую помощь нашей команде по греко-римской борьбе и помочь в развитии местной школы. Выделим на это больше 4 миллионов тенге. Также продолжим оказывать всяческую помощь местному населению. Затем о своей работе рассказал директор еще одного крупного хозяйства Бексид. Предприятие работает еще с 90-х годов. Каждый год оно расширяется, а следовательно все больше людей получают постоянную работу. Конечно, это только в лучшую сторону отражается на благосостоянии местного населения. В нашем товариществе насчитывается 104 пайщика. Каждому из них положено по 55 тысяч тенге. Но многие решают брать не деньги, а либо муку, либо сено или корма. Каждому у нас индивидуальный подход. Кроме этого мы помогаем и местному населению. Обеспечиваем соломой всех, кто об этом просит. После кратких отчетов аграриев приступили к диалогу с местным населением. Как оказалось, проблем в селе очень много. В основном вопросы касаются земельных отношений. Люди не могут разобраться, где и кому именно принадлежат участки. А обращения в Акимат пользы не приносят. Я все понимаю, но вопросы, связанные с землей, должны решаться через суд. Я, как Аким, не имею полномочий делить земли. Так что вам необходимо обратиться в суд. И уже там будут разбираться, где и чья земля. Неопределенность в пашне – не единственная проблема в селе. Многие люди не могут и получить угодья для выпаса скота. В сельском округе очень большой дефицит, отмечают местные жители. Из-за путаницы с землей то, что должно оставаться под пастбища, попросту могут засеять. От этого страдает развитие животноводства. Поголовье скота в нашем селе резко уменьшилось. Если раньше насчитывалось более 300 голов, то сейчас чуть больше сотни. Потому что пастбища, где мы должны пасти скот, аграрии попросту засеивают зерном. Здесь есть земля запаса порядка 300 метров. Мы еще два года хотели выставить на конкурс. Но дело в том, что здесь нехватка пастбища для населения. Поэтому по просьбе жителей и общественного совета этого села, мы эти земли не стали выставлять на конкурс. В связи с тем, что негде пасти именно населению порядка 300 метров. Они находятся земля запаса. Сейчас мы будем переводить именно земли населенного пункта, чтобы удовлетворить нужное население. Кроме земельных вопросов, местных жителей волнуют и социальные проблемы. В селе нет клуба, где люди могли бы проводить свой досуг. Из-за плохих условий многие решают уехать из населенного пункта. А те, у кого такой возможности нет, вынуждены смириться. Касается это и пенсионеров. Мы, пенсионеры, не видим абсолютно никакой помощи. Когда общаешься с людьми из других сел, помогают и заботятся. Их отправляют в санатории за счет ТО, приглашают на разные мероприятия. У нас же такого вообще нет. Все мы замечаем, что внимание к пожилому поколению снижается. Такого не должно быть. Я считаю, что к тем, кто проработал и прожил в селе свою жизнь, должно быть особое внимание. Они ни в чем не должны нуждаться. Так что поручаю проработать этот вопрос с бизнесменами и местным акиматом. Глава региона поручил взять все вопросы на контроль и по возможности попытаться их решить. К слову, в 2022 году в селе создадут 10 новых рабочих мест и увеличат заработную плату сотрудникам агроформирований. Уже сейчас приступили к разработке проектно-сметной документации на строительство фельдшерско-акушерского пункта. Кроме этого, Кумар Ксакалов поручил проработать механизм по снижению цен в местных магазинах. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, Служба новостей. В северо-казахстанской области с рабочим визитом побывал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Багдад Мусин посетил ряд социально значимых объектов региона. Побывал в цехах завода имени Кирова. Проинспектировал работу специализированного цона. Побеседовал с юными изобретателями во дворце школьников. Смотрим сюжет. Во дворце школьников занимаются более 2,5 тысяч детей. Половина из них осваивают IT-направление. Юные изобретатели разрабатывают инновационные проекты, которые применяют в повседневной жизни. Один из них – автоматический полив с использованием Wi-Fi. Технология позволяет быстро и вовремя давать воду растениям. Сейчас проект находится на стадии разработки. Его авторы уверены, что технология будет пользоваться большим спросом среди аграриев. Посетил Багдад Мусин лаборатории робототехники и мехатроники современных биотехнологий. Последняя включает в себя IT-ферму. IT-ферму – это у нас акафонная установка закрытого водоснажения, где ходят четыре бассейна. Здесь мы выращиваем рыбу телеопедическую. Это рыба вырабатывает продукты жизнедеятельности, которые растираются в воде. Затем фильтруются с помощью билет-битра, клапан-битра, прокрытые пылесосы и автоматически поступают на гидрофонные установки. Современное оборудование и высококвалифицированные специалисты. Багдад Мусин отметил важность применения новых методов и подходов преподавания, которые способствуют качественному образованию учащихся. В скором времени на базе дворца появится профессиональная IT-школа, которая за короткий срок будет готовить качественных программистов. Для Северного Казахстана это очень важно, заверил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Для того, чтобы это осуществилось, мы как министерство будем выделять ваучеры, так называемые IT-ваучеры, которые будут выданы местному жителю, а местный житель потом уже на основании этого ваучера обучается в этой IT-школе. Но что получает взамен IT-школа? IT-школа получает миллион тенге за каждый ваучер. То есть, грубо говоря, это такое подушевое финансирование в IT-образовании. Вот такую систему мы в прошлом году протестировали, в этом году будем запускать. Я надеюсь, что Североказахстанская область в этом, как говорится, преуспеет. На заводе имени Кирова Багдад Мусин ознакомился с производством материнских плат. В день здесь выпускают по два квадратных метра. Проинспектировал он и работу специализированного ЦОНа. Особое внимание биометрической системе, которую планируют внедрить для сдачи экзамена на водительские права. По словам министра, она будет способствовать повышению качества полученных знаний водителей и послужит эффективным инструментом в борьбе с коррупцией. На самом деле была проблема большая, что человек подавал документы, и который заходил на экзамен, были разные люди. Мне пришлось самому выйти, инкогнито, как говорится, весь процесс пойти и понять, как это все делается. А потом мы с базы данных начали поднимать и выявили, что значительное количество людей, они, грубо говоря, одни и те же лица, в смысле, то потолок фотографировали, и это все пропускалось. Просто конвейер по печатанию водительских удостоверений стал. И вот пришли к такой системе, когда человек, понятно, сдает там, как бы, игровые документы, потом заходит на экзамен. При процессе сдачи экзамена, во-первых, а, здесь должен быть турникет на входе установлен с биометрической идентификацией. Оценил глава республиканского ведомства оказание государственных электронных услуг. Местные автолюбители признают, что перерегистрировать автотранспорт через мобильные банки намного удобнее и практичнее, чем сидеть в очередях. Проводят работы по линии телекоммуникации. В Северном Казахстане качество связи оставляет желать лучшего. В прошлом году здесь провели более 550 внеплановых проверок в отношении операторов связи. Выписали штрафы на сумму 132 миллиона тенге. По сравнению с 2020-м, это на 100 миллионов меньше. Сегодня порог скорости мобильного интернета в технологии 4G составляет 5 мегабит в секунду. Такого результата местные операторы добились в 38 населенных пунктах. В этом году работы продолжат. В инсультном центре многопрофильной областной больницы запущен уникальный искусственный интеллект. Программное обеспечение «Серебра» является инновационной разработкой, которая задействована в обследованиях и сложных операциях у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. О преимуществах приложения расскажет Тамерланд Лиубаев. Острое нарушение мозгового кровообращения – заболевание, вызванное закупоркой или сужением артерий питающих мозг. Не получая кислорода, его клетки начинают погибать. По словам специалистов, количество пациентов, страдающих инсультом, растет. Так, ученые из Алматинской лаборатории искусственного интеллекта разработали инновационную систему «Серебра». С ее помощью специалисты могут с большей точностью разработать стратегию лечения, ссылаясь на заключение программы. Большой очень плюс для работы врачей, то есть для более сложных пациентов, когда есть заведующие, более опытные врачи. То есть они дистанционно могут помогать, подсказывать, заходя непосредственно в приложение. Как только компьютерная томография происходит, он автоматически загружается в сервер программы «Серебра» и та уже делает в течение 3-5 минут, делает полный анализ данных компьютерной томографии. Плюс туда данные вносятся врачом-невропатологом, врачом скорой помощи вносятся. И уже на основании данных жалоба, анамнеза, программа уже начинает больше углубленно давать анализ заключения. «Серебра» вобрала в себя последнее открытие человечества в вопросе природы инсультов. Программное обеспечение синхронизируется с аппаратом компьютерной томографии. Обследовав пациента, «Серебра» делает схематический анализ головного мозга. А также сообщает невропатологу о зонах возможной ишемии и необходимых формах терапии. Для удобства врачей приложение «Серебра» доступно к скачиванию в Play Market. Три года совместно всеми усилиями, программисты, аналитики, математики, доктора, все вместе мы собирали все данные по Казахстану и анализировали данные, полученные по компьютерной томографии. Анализировали и обучали специально машину, искусственный интеллект распознавать и делать автоматическую детекцию зон инсульта. И в 2021 году, в январе, впервые, 18 января, все, наверное, знаете, в Алмате есть такая большая клиника, седьмая городская команда, там находятся самые две большие, два больших инсультных отделения, там мы стартовали этот пилотный проект. На сегодняшний день программа «Серебра» запущена в 30 инсультных центрах Казахстана. Теперь она появилась и в северном регионе. С ее помощью уже более 300 североказахстанцев получили полное представление о заболевании и получают квалифицированное лечение. Тамерланд Любаев, Анатолий Белонок, Служба новостей. В Казахстане стартовал месячник борьбы с колоректальным раком и раком шейки матки. Онкологические заболевания остаются насущной проблемой в обществе. По словам специалистов, побороть рак возможно. Главное – выявить заболевание на ранней стадии. В 2021 году 22 477 женщин прошли обследование по выявлению рака шейки матки. 14 случаев положительных. 31 249 североказахстанцев прошли скрининг по выявлению колоректального рака. 13 случаев с положительным результатом. Как отмечает врач-эксперт Кульзипа Сандыбаева, скрининг имеет свои сроки. Женщины от 30 до 70 лет проходят обследование каждые 4 года. Что касается колоректального рака, то скринингу подлежат люди в возрасте от 50 до 70 лет. Срок прохождения каждые 2 года. Стоит сказать, что 26 марта состоится день открытых дверей по данному вопросу. Консультация пройдет с 9 утра до 13.00 часов дня по улице Ауэзова, 133. По статистике заболеваний, если взять, то рак молочной железы занимает второе место у нас. И по смертности тоже где-то один из призовых мест. Первые и вторые стадии считаются самыми ранними стадиями заболевания, которые лечатся радикально. То есть если провести этим больным радикальное лечение, то естественно больные после химиотерапии идут на излечивание заболевания. То есть ремиссия будет долгая. Подросток из Петропавловска, направленный ранее на принудительные меры воспитания, стал победителем областных соревнований. Об успехах юного Петропавловса рассказала его мама в письме главе областного полицейского ведомства, выразив благодарность за своевременно принятые меры. Она уверена, что благодаря участковым инспекторам по делам несовершеннолетних и сотрудникам спецшколы ей удалось вовремя образумить сына. Как рассказала Светлана Агаева, ранее ее сын в 13 лет за бродяжничество направился в специальную школу в Алматинской области. Вернувшись, школьник продолжал попадать в полицейские сводки. Подросток состоял на учете в ювенальной полиции. «Мой сын начал уходить из дома, забросил учебу, спорт, стал совершать преступления. Я всегда защищала его, думала, что делаю хорошо, что оберегаю. С полицейскими ругалась, когда они приходили», – рассказывает горожанка. Всеми путями пыталась противостоять, чтобы сына оставить дома, не направлять в закрытое учреждение. В прошлом году за совершение ряда правонарушений по решению суда 15-летнего подростка направили специальную школу-интернат с особым режимом содержания в Восточно-Казахстанской области. Здесь школьник не только подтянул знания, но и проявил спортивные и творческие успехи. «Хочу сказать огромную благодарность ДВД, городделу особенно, вот, значит, Эльмира Мунировна, вот под ее руководством грамотно слаженная работа, нашли подход к моему ребенку. Вот, благодаря только ихней работе он пошел на контакт, вот, и сейчас, вот, разговаривая со своим ребенком, мы тоже, как и любые родители, ой, там обидят моего мальчика, он будет там голодный, холодный. Неправда это все, не надо тянуть, дома может быть еще хуже». Недавно женщина навестила сына и порадовалась его успехом. Он принял участие в областных соревнованиях и стал чемпионом в своей весовой категории. Сейчас готовится к республиканскому первенству. Одновременно мастерит подделки, много читает и даже пишет стихи. «В данной медики мы проводим планомерную работу профилактическую. Это такие беседы, профилактические лекции, посещение по месту жительства, рассмотрение на заседаниях Совета профилактики. Если данные меры не имеют своего воздействия, то мы уже направляем материалы на рассмотрение заседания комиссии по делам и совершеннолетних и защите их прав при акте мастер города Петропавловска, где участвуют различные госорганы. Наша главная задача, чтобы ребенок встал на истинный путь, на путь исправления». На учете в ювенальной полиции города Петропавловск состоит 35 трудных подростков. Пятеро из них находятся на обучении в организациях образования с особым режимом содержания. В отношении троих в настоящее время собираются материалы. Кирилл Потемкин при содействии областного департамента полиции. Сотрудники исправительного учреждения Е-164-3 задержали граждан, которые пытались перебросить через ограждение запрещенные предметы. Сотрудники учреждения задержали сначала машину ВАЗ-2109, которая вызвала подозрения при патрулировании территории. В транспортном средстве находились 4 жителя Костаная. Специалисты при осмотре автомобиля обнаружили предметы, запрещенные на территории учреждения. А это 8 мобильных телефонов. Кроме того, в машине находилось 7 зарядных устройств и 7 сим-карт Beeline. Все это задержанные собирались в перебросе через забор на территорию учреждения. К слову, это первый зарегистрированный факт с начала года. В случае попадания запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения, граждане привлекаются к административной ответственности. За это им грозит предупреждение или штраф в размере 10-ти месячных расчетных показателей. Умурзак Рамазанов, уроженец Исильского района, посвятил свою жизнь развитию национального искусства. В этом году ему исполнилось бы 75 лет. В историко-краеведческом музее в селе Явлинка состоялся вечер, посвященный памяти нашего земляка. Тему продолжит наш корреспондент. Семья Рамазановых – это большая семейная династия музыкантов, личностей творческих. Династии всегда являлись олицетворением сохранения традиций. Эта семья является примером не только для своих сельчан, но известна далеко за пределами Исильского района. Ее глава Умурзак Рамазанов начал служение искусства с участия в самодеятельности, окончил курсы хорового пения при областном доме культуры. С 1969 по 1979 годы руководил Домом культуры в поселке Центральный, а в 1972 году с коллективом самодеятельных артистов основал театр. Он был известен своим трудолюбием и пользовался уважением сельчан. Это мой единственный брат. Нас двое было у родителей. Сейчас у нас есть дети и внуки. Спектакли ставили в различных жанрах, выезжали в другие районы. В 1980 году театру было присвоено звание «Народный». А вскоре коллектив, который приглашали на областное республиканское телевидение, радио, гастроли, удостоился звания лауреата республиканского смотра. Валентина Ивановна Редькина уже не одно десятилетие дружит с семьей Рамазановых. Мы познакомились с ним по работе. Тогда я работала в комсомоле, потом в партии. И у нас же, как вы знаете, была очень развитая художественная самодеятельность. И когда мы выезжали на смотры художественной самодеятельности, когда мы приезжали в Арталыцкий клуб, там полный клуб людьми был набит. И вот выходит Умурзак, садится, берет свой инструмент народный, тамбру, и начинает петь. И стены этого клуба раздвигаются, и душа радуется от его голоса. Выступление семейного ансамбля интересно самобытными интонациями, песенными и инструментальными формами, разнообразием репертуара. Пожалуй, ни один праздник в районе Петропавловский не проходил без их выступления. Умурзак Зулкарнаевич был удивительный человек, порядочный и честный. В нем сочетались работа и безмерная любовь к семье. Вместе с супругой Куляш они воспитали восьмерых детей, которые пошли по стопам отца. Осознанно посвятил свою жизнь искусству и культуре. Один из ветеранов культуры страны. В нашей деревне было 40 домов. Он свел сельчан вместе и объединил при помощи искусства. За творческий труд и преданность своему делу Умурзак Кармазанов награжден медалью за доблестный труд, почетными грамотами и дипломами Министерства культуры Казахской ССР. Знаками Министерства культуры СССР отраслевого ЦК профсоюза. За достижения в самодеятельном и художественном творчестве. Умурзак Кармазанов свой жизненный путь посвятил искусству и творческой деятельности. Его творчество – это настоящая сокровищница самобытной национальной культуры. Елена Горбань, Майгуль Силбек, Урал Амренов, Служба новостей. Остается 22 дня до наступления священного месяца Рамазан. Духовное управление мусульман Казахстана проводит обучение. Понимание основ мусульманства и грамотное взаимодействие с населением – эти и другие вопросы затронуты на прошедшем семинаре. С подробностями Тамерланд Любаев. Понять ислам, принять его основы и реализовать работу с населением – об этом и о многом другом рассказал член Совета ученых Духовного управления, мусульман Казахстана Амри Ерсин. Амри Ерсин – видный ученый Казахстана. Деятельность имамов направлена на работу с населением. Правильное трактование священного Корана – важная часть вероисповедания. Потому они должны передать эти знания в массы. Данный семинар поможет улучшить их деятельность. Семинар прошел в центральной мечети Казалужар. Участие приняли имамы и джамааты со всех районов нашей области и близлежащих городов. Семинар с участием имамов продлится два часа. После проведем встречу с джамаатом. Члены Совета ученых Духовного управления мусульман Казахстана часто посещают регионы. Это важная работа. Подобные семинары проходят ежегодно. Стоит сказать, что обучение продлится два дня. Тамерланд Любаев, Адиль Нуржанов, Служба новостей. В Дворце спорта прошел первый в области чемпионат по гиревому спорту среди учащихся детско-юношеских спортивных школ. За звание чемпиона поборется шесть команд из Жамбылского, Таиншинского, Уалихановского районов и города Петропавлов. Скаида Ермекова узнала, почему дети выбирают гиревой спорт. Толчок первого упражнения гиревого спорта. Важно не только поднять гири над головой, но и оттолкнуться при этом ногами. По словам организатора соревнований Андрея Гловяка, гиревой спорт физически всесторонне развивает детей. На данных соревнованиях принимают участие шесть команд. Это мы проводим соревнования по двум возрастам. Это 2005, 2007, 2008 и моложе. Выступает у нас по двум упражнениям. Это толчок и рывок. Все являются учащимися детско-спортивных школ в области. Соревнования проводим под руководством УМЦ области. За 10 минут участники соревнований должны максимальное количество раз поднять гирю. Один из участников, молодой спортсмен Адильжан из Валиханского района, за 10 минут поднял 8 килограммов гири 130 раз. Поднимал 8 килограммов 130 раз поднял за 10 минут. Турнир тяжелый, но казалось, что легкий будет, но он тяжелый оказался. Это мое первое соревнование. Мне запомнилось на последних секундах, что я уже начал выдавать всю свою силу на последних секундах. Команды, победившие в соревнованиях, поедут на чемпионат Казахстана, который пройдет в городе Шардарас 27 марта по 1 апреля. Аида Ирнекова, Алдиар Жилкайдаров, Адиль Нуржанных, Служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и удачных вам выходных.